Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Hyundai Accent 2006 года выпуска. Пробег у автомобиля 160 тысяч. На двигателе стоит двигатель 1.6 механика. На этом автомобиле мы сегодня заменим шаровые опоры. Для этого поднимаем автомобиль, снимаем колеса и снимаем рычаги. Рычаги мы оставим старые, а шаровые перепрессуем. Поднимаем. Поднял автомобиль. Снимаем левый рычаг. Для этого откручиваем крепление заднего саленблока и волк крепления переднего саленблока. Также чистим резьбу. Все это смазываем ВДшкой. Снимаем стойку стабилизатора. Ну и откручиваем гайку шаровой опоры. Продолжаем. Продолжаем. я думаю что рулевой наконечник для удобства мы тоже снимем ключик у нас на наконечнике на 17 берем съемник вот такой заводим его под пыльник и выдавливаем наконечник сейчас будет щелчок все наконечник отошел тяга рулевая живая а вот наконечник нужно менять наконечник стучит так что здесь пострадала не только шаровая опора но и наконечник откручиваем гайку шаровой опоры ключик на 19 гайку я докрутил гайка упирается в привод чтобы нам не снимать привод немножко поджимаем гайку до верха вот так вот и отбиваем берем молоток выкручиваем колесо и спереди нескольких хлестких ударов отбиваем шаровые все шаровая опора у нас отошла вот она теперь у нас получается прокручивается шпилька мы берем вот такие зажимные клещи и зажимаем палец подлазим снизу а вот это все что можно и Зажимаем ими палец И уже сможем откручивать гайку дальше Открутил до конца гайку Снимаем клещи И снимаем рычаг Вот шаровая пора Так стучит палец Хочу попробовать снять ее здесь Прямо на месте Если получится Тогда не придется снимать рычаг Снимаем пыльник Снимаем стопор И старый стол Готовим Готового кофе Стопорежки Делать Симон Топорежки Симон Симон все стопор сняли и пробуем выдавливать сюда подбираем чашку по диаметру не знаю еще не приходилось такого делать но попробую хотя наверное из этой затеи ничего не получится нужен съемник такой да палец играет но здесь то можно выбить в принципе здесь можно выбить и Пошла. Я думаю выбьем, а попробуем потом запрессовать. Берем новую шаровую опору. Шаровая опора фирмы CTR CBKH7. С левой и с правой стороны она идет одинаковая. В комплекте идет опора, гайка, пыльник, стопор и смазка. Смазку мы набьем после того, как запрессуем шаровую. Кстати, шаровая оригинальная тоже стояла в фирме CTR. Так. Той же струбциной попробуем затянуть. Той же струбциной. Задавил на место шаровую опору. Все. Вот она стоит. Ставим на место стопор. Для этого берем его. Сверху заводим. Сверху заводим. Стопорное кольцо у нас сидит на месте. Смазываем и ставим пыльник. Наносим смазку. И одеваем пыльник. Пыльник подобрал оправку. Через оправку одену. Сверху ликомête. Их же мазки. Сверху хулик. Домей. Ту Да, берем куди. Трубациной. Наталь. все видно пыльник по кругу сел ровненько до самого стопора теперь ставим на место шаровую опору брызнем резьбу с маской и нажавляем геку и и и и затягиваем ее так что шаровую опору можно заменить не снимая рычага но для этого надо мощную струбцину широкую и оправочки под низ и подверг шаровой опоры или же может быть у кого-то есть гидравлический инструмент но как правило для себя его использовать не будешь только в мастерских все шаровую опору мы заменили ставим на место рулевой наконечник нам предстоит его еще менять закажем два наконечника и заменим на этом все замену шаровой опоры мы закончили аналогичным образом мы меняем со второй стороны всего вам доброго